Всем привет! Сегодняшнее видео будет очень такое коротенькое, но я все-таки надеюсь, что кому-то оно будет полезным, я знаю, что оно кому-то будет полезным, потому что в последнее время я чаще стала делать макияжи на других людях, и я замечаю одни и те же проблемы, скажем так, с которыми сталкиваются девушки, которые казалось бы настолько очевидны, что кажется, ну почему-то я об этом не додумалась, но в то же время, ну да, это реальные такие какие-то вещи, которые, возможно, просто мы не замечаем, и сегодня я хочу поделиться таким небольшим трюком насчет того, как красить ресницы верхние и нижние, чтобы верхние не отпечатывались навеки, потому что часто бывает, что я когда наношу тушь, когда доходит дело до нанесения туши, я спрашиваю человека, комфортно ли ему будет, если я буду красить ресницы, или может наоборот, человеку будет комфортнее нанести тушь самому, потому что я знаю, как это, когда тебе в глаз тычут какой-то палкой, очень многие начинают моргать, очень много начинают плакать из-за этого, ну плакать вернее, не то, что именно плакать, а когда глаза слизиться начинают из-за этого, и очень много кто просто пугается самого факта, что сейчас вот мне вот в глаз будет тыкать щеточку до ресниц, и я частенько даю своим моделям туши, говорю, вот накрась ресницы так, как ты считаешь нужным, единственное, говорю, не заляпай, пожалуйста, века, и сразу все пугаются, ой, а я вот часто это делаю, я вот когда накрашу верхние ресницы, потом крашу нижние, и у меня все отпечатывается на верхнем веке, я начинаю это все стирать, у меня это все размазывается, короче, я порчу макияж, и я думаю, ааа, ну почему вы об этом не подумали раньше, потому что самый главный совет, который я хочу сегодня рассказать, о чем я хочу сказать, это если вам нужно накрасить и верхние, и нижние ресницы, начинайте всегда с нижних, потому что когда вы красите нижние ресницы, вы можете какие угодно корчить рожи, вы можете опустить вниз голову, накрасить ресницы, и при этом верхние ресницы у вас еще не будут накрашены, нечему будет еще пачкать, скажем так, века. И потом, когда вы накрасили нижний, вы опять-таки можете как угодно задирать голову, какие угодно там корчить рожи, и при этом нижние ресницы, они же абсолютно никак не меняют своего положения, в отличие от верхних, ни обо что не отпечатываются, и поэтому, когда вы красите сначала нижний, а потом верхний, то у вас намного меньше вероятность того, что вы реально там себе заляпаете века или просто у вас отпечатается тушь. Если же все-таки это случилось, и вы, например, красили ресницы, и где-то там мазанули тушью, или где-то она отпечаталась, ни в коем-ни в коем случае сразу не начинайте это все удалять, пытаться ватной палочкой это стереть, потому что вы сделаете только хуже, вы это все размажете. Мой совет опять-таки в том, что подождите, дайте туши засохнуть, вот реально засохнуть на вашем макияже, после этого, когда она засохла, вы берете ватную палочку, и вы ее как будто, вот, как это даже сказать, вот подковырнете, и она целым таким куском как бы и отстрельнет от вашего века, вот, ну, как кусок грязи, по сути, она сработает. А если тушь мокрая будет, вы просто ее будете размазывать по веку, потом вы ее ничем не выведите, вам нужно будет ее реально вытирать и поправлять макияж. А когда она засыхает вот именно в таком вот состоянии, когда вот вы мазнули где-то или отпечаталась, она засохнет, и потом вот палочкой ее чуть поддеть, ватной палочкой чуть поддеть ее достаточно, и все, ее нет, и даже макияж поправлять в большинстве случаев не нужно. В общем-то, да, такое коротенькое видео, поделилась с вами своими наблюдениями последнего времени. Надеюсь, что открыла для вас что-то новое, может быть, не открыла, ну, надеюсь, в любом случае, вам было интересно смотреть это видео, просто на меня посмотреть, может быть, тоже было интересно. В общем-то, поставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор этого не сделали, и я увижу вас в следующем своем видео. Думаю, будет более информативно. Пока!